Моя родина Сибирь необъятно велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так ягодка Нам надо еще больше часа поговорить о чем Знаете, просто о садовых делах Ну а Савенич и больше говорить умеет И все равно, ни Савенич Ни всех, кого видели на фотографии Искренне считаю, потерянные годы Синусы, косинусы, дроби Даже дроби не нужны А я уж не говорю про интегралы Дифференциалы, логарифмы Черт-то это придумали Это, смотреть все это Это глупость, биология вся, глупость История, глупость, ложь, обман И много чего еще там Так, я наклонил персик Из-за снежной зимы он сломался под снегом Татарстан, надо учитывать осадки Дело не в осадках Я поправлю, хотя товарищи очень серьезные А так как было так Один по, ну у меня же много этих самых Фильмовый Там один комментарий такой Значит, у меня персики Второй, да у меня тоже персик, но он сломался Объясняю Проблема в том, что Да, мы из-за мышей теряем миллионы деревьев Год, второй, третий Потом, ой, у меня ни разу ничего не трогали А на пятый год раз сада нет Страшно обидно Второй момент Это огромные снегопады Маленькие садятся, закрывают целиком Потом начинает снег садиться Он, как бы сказать-то У него два Мокрый он днем И замерзает сильно ночью Замерзает Он, значит, прилипает к веткам Весной начинает оттаивать неравномерно И ломает дерево Ломает тоже миллионы Вот у человека персик сломался Вот, поэтому Мне это знакомо Ну вот Я долго рассказывал примеры зелезней Сейчас не буду их повторять Кто-то уже помнится Как учился наличанин У этих самых У железных дорог Учился Ну, наблюдатель такая особая Вот Но это в другой раз А пока, в принципе, так Еще опаснее Ну, буквально два слова Когда вы увидели саденица Он был по колену Некоторые по пояс А снег и так по пояс Такие В Сибири таких районов много И вы и так по пояс Вот еще Кап идет И начинает закидывать Сколько будет, мы не знаем Сажение с таким снегом А он уже, который закинули Не вот этот, который Он такой нежненький Такой, невесомый А этот, когда лопаты кидаешь Он уже несколько раз Плотно сегодня выше И вот садениц закинут Весной он будет точно сломан Вот и все Причем ломают обычно так Змейкой Вот такой Я это на сотне На двух саденцах проходил И имею право говорить Так Ролик о грушах я рассказал Итак, еще раз Груши Я забегая вперед Я рассказал о грушах О том, что Сразу Сделал грушу Отрезав центральный побег Не дав им вот так вот расти А получается Все-таки вот так По штабу пошла вода Смертельная Задним числом Наблюдая за грушами В сырые года В сухие года В засухе Вот В морозное Теплое зима Всякие Я пришел к уюту Не заглядывая в учебник Происхождение груш Ни одного слова не знаю Я сам придумал Это места Где очень-очень мало воды Вот Мало-мало воды Солнца побольше Они всегда Они все и по принципу В одних районах выживали груши Было пара дерева Не груши Не яблони Что-то среднее Вот Одни выживали там Где мокрее Стали яблонями Другие где суши Стали грушами Одним стало мешать Отсутствие влаги Засухи Это яблоням Другим стало мешать Значит Выпревание от влаги Вот и все Это так просто Ну естественно Где еще грушам плохо Там где До воды достать не могут Это их родина Там явно До воды далеко Отсюда Длиннющий Длиннющий Вот такой штаб Ой Уж не так Длиннющий Длиннющий Центральный корень Сержневой Вот все Что я хотел сказать О грушах Вот это делать не надо Растет себя вверх И пусть себя растет Если вам не нужны Четки Как мне Так Давайте Над этим Посмеемся Вот А я пойду Час прошел Я сейчас Быстренько Себе Горячий Чай Налю И еще Поговорю Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Субтитры Алексею Дуброва Субтитры Алексею Дуброва Наверное не все сказал Рассказывая о ученых У них же как Там есть специалисты Именно по Прививкам К сожалению мало Значит у них были бы лучше результаты Чем сейчас в садах Вот Ну сами понимаете Большинство чем занимается Скресиванием и отбором Многим жизни не хватает Многие никуда не стремятся Получают Зарплату Какая есть Подрабатывают с помощью Дачных Личных плодопитомников Ну кто об этом не знает Я бы никого не выдал Вот Но Если однажды Чудо случится А я знаю что не случится Но я мечтать не вредно Если бы наши бы Сибиряков ребят Красноярцев взяли бы Москву Вот Еще бы Возник бы спрос И дали бы мне слово Чтоб я всем объяснил Для чего это надо Хотя бы на уровне Какого-то Обращения Заседания Академии наук Ну кто мне туда пустит Еще бы куда-то Я бы сказал У нас еще есть простые Садоводы Уникумы Мы все простые Садоводы Уникумы Учились Нас мало Поэтому Уникумы Осталось у нас буквально Пальцевые Не больше чем вот таких Значит А они чем хороши Если Официальная наука Все таки занимается Привками То это Окулировка Почкой На таком Толстом Я показывал не раз И не просто Ругался Чуть ли не матом Толстенный подвой Вживляет почку Отрезает подвой Страшная рана Ну не годится Ни на севере России Ни в Сибири Ни на Урале Вот Даже в центральной России Нельзя такие Садоводы Вращивать Они выращивают А потом у них Селекция к чертовой матери Все сводится Вот к этому Вот поняли Показываю Показать кукиш неудобно Я вот так показываю Вот к этому сводится А наши ребята Ну нас никто не учил Но так сложилось Мы все В лучной каплировке Мы простые ребята В лучной каплировке Тогда если у вас Хватит Квартир Хватит Этих зарплат Состоящих зарплат Не таких Каких-то Вот Можно вахтовый метод У каждого здесь Есть Из таких ребят Которые я называю Вот Университеты Вырастили А угробили Этих самых В садах Тысячи 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 А в конце Все эти Миллионы деревьев Только Я не сказал Неправильно Очень эффективная Прививка почек Очень эффективная Это экономит Только почек Примерно Пять-семь раз Я сравнивал Пять-семь раз А результат Вот это документы Вот это документы Вот это вот Эх Долго искать Я не готов Эту тему Ну Мне же как-то За базар отвечать надо А Ну вот я собрался Отвечать за базар Ох Найти бы мне сходу Вот тут у меня Такая уникальная Вот это и надо Изучать В университете Знаете По принципу Специальный курс Как не надо Выращивать сад Зная Как не надо Остается Что? Вы думаете Как надо? Не Вообще Ни хрена Тогда Практически Делать не надо Вы поняли? Отучив людей От этих Приемов Которые я считаю Неправильные Вон они Вон они Вон они Вон они Вон они Купите у нас Живицу Для этого Искорячи дерево Летом И раз Осенью Два И зимой Три Чтоб живицу Купили И крупнейший Журнал Об этом пишет Сейчас Отвлекусь Ладно Чтобы не думали Что я только На словах Герой Вот эти дамы Знаете Почему нужно Отрезать Нижние ветки Скелетные Сказать почему Вот Лектор Лекцию читает Сказать Какую она Причину Нашла Почему Лишние Скелетные Ветки У меня Моя мужа Например Спина болит Поняли Это все Не шутки Вот Нашел Специально Все показывают Нему Только одну Фотографию Ее держит В руках Доктор Наук Ну что Это Вот такое Ну как Это Гости будет А Это Другая тема Он еще Посадил Это же Еще и Грушу Яблони Скоро Грушу Какое Дерево Это Выдержит Все Опять Меня Понесло Смотрим Дальше Дачные Тренажеры Лучшие Тренажеры В мире Согласны Нет Если Мне Не пошел 75 Год Я так Не Говорю Вот Мои Тренажеры Да Я уже Обленился Уже Полгод Как я Перестал Ходить На тренажеры Городские Уже Год Здоровья Все Меньше 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 Ладно Вот Во дворе Единственное В городе Я делаю Во дворе Зарядку Единственное В городе Все годы Прошли На бекту Встой Прошла Мода Вот На обливание Водой Поэтому То по Никитину То по Этому Самому Сейчас Помню Забывать Начал Вот Все Народ Привык К комфорту Теперь Жене Тут Последний Шанс Спасти Народ Здоровья Это Обратно Загнать Их На дачу Как Можно Загнать На дачу Я Железо Выполняю Только Свою Роль Отучить Людей От Каторжного Труда Но Меня Мало Слышат На рутуб Переехали Это Считайте Меня Вообще Никто Не Слышит И что Получается Глаз Вопиющего В пустыне Миллионы Людей Не знают Что Это Есть Их Здоровье Если Все равно Останется Работа В саду Просто Ходи По саду Скамеечку Поставь Дыши Воздухом Потом Мажут Априкосом Лечебным Под Априкосом Дерями Тоже Лечебно Вот Атмосфера Работы Минимум Все равно Работы Хватает На то Профессионал А любители Что Перестань Землю Перекапывать Все У тебя Праздник Ну это Ну это Правильно Я Нашел Случайно Вот Это Вот Или Кто-то Пришел Но Если бы Люди С самого Начала Знали Что Не Нужна Каторга Не Нужна Что Не Нужно Перекапывать Посел Не Нужна Огромная Яма Не Нужна Каждый Год Калечить Деревья Просто Не Нужна Так Идем Дальше Здравствуйте Саженцы Персиков Можем При Копе До Весны Хранить Я Вот Тогда Что Сделал Когда Меня Не Попросят К сожалению Что Я Сделал Вопрос К студентам Допустим Вопрос Студентам Не Вне Могли Хранить Прикопы И Можно И Нельзя Дело В том Что Прикоп Прикоп Розен Но Никто Толком Разделить Их Не Может Давайте Мы Разделим Итак Есть Прикопы Смертельные Есть Прикопы Спасающие Зимой Выкопал Прикопал И Уже Зимний Студ Может Перенести Правильно В каких То Условиях Это Надо Мои Условия Будет Так Я Молодой Несколько Лет Красном Хуторе Наконец Я Нахожу На Центральной Улице У Знакомого Великолепная Груша Под Названием Сейчас Походу Вспомню На Сусульку Похоже Ладно Походу Вспомню Значит Дерево Большое Ему не меньше 27 лет Обмерзшее Капитально Да С Несколько Груш Вот И Все И Так Каждый Год И Вот Перед Самой Кончиной Этого Дерева Так Перед Самой Кончиной Я Нарезал Северкос Всего 5 или 8 Груш Привил А Я Собирался Прикупить Участок Так И По какой-то Причине Я Не Помню По какой Это Прошло 30 Северкос Выкопал И Положил Прикоп Прикоп У меня Еще Помню На Картофельном Поле Напоминайте Хотите Поменьше Мышей Иметь Саду Перекоп Прикоп Саду Да Но Это Единственный Плюс Мыши Терпеть Не Могут Потому Что Там Разрушены Все Все Они Живут Как Универсия Города Сами Знаете И Тогда Получается Что Я Вроде Все Дел Правильно На Картофельном Перекоп Поле Прикопал Весной Они Все Были Черные Гнивые Все Тогда Я Начал Соображать Как Я Прикопал А Вот Так Вот Вот Так Значит Что Мы Имеем Корни Это Ладно Штамп Весь Штамп Что Тут Что Левый Снимак Что Правый Плюс Часть Короды Оказалось Где Пришипанная Засыпанная Так Теперь Приходит Октябрь Ноябрь Вдруг Место Мороза Снег Растаял И Все Здесь Теперь Ведро С водой Вот Это Я Назваю Ведро С водой Природное Такое Даже Не природное А рукодельное И Это Все Сгнивает Держат Сливы Держат Яблони Но Все Хорошо В меру Значит Сразу Выход Какой Человек Хочет Персик Спасти Пожалуйста Как Може Ближе К зиме Как Можем Ближе Надежда Что Не Вернется Вот Теперь И Что Сделал Если У Не Было Ольше Времени Или Я Студент Вы Читал Я Бо Сейчас Написал Значит Так Фото Прикопов Плодовых Деревь Или Саженцев Я Так И Сделал Когда Так Написал Я Начал Все Подряд Вот Этот Смертельный Смертельный Убедились Вот А Тоже Вот Эти Вот Замерз Не Замерз За Рули Не И И И Это Не Опасно Здесь Получше Уже Кроны Не Попало Под Это Назовем Вот Это Место Вот Такое До Уровня Почвы Назовем Его Ловушка Нижнюю Часть Здесь Уже Получше Но Абрикосы И Груши Будут Гнить Прямо Тут Пусть Основание Штамба Начинается Не Говорит Сгниет А Может Сгнить Удачная Зима Сразу Только Посадил На Весной Быстрее Быстрее Выдернуть Здесь Вроде Бо Получше Да Вот Это Наверное Это Два Этапа Нет Это Разные Деревья Значит Опять Все Таки Вот Здесь Чернота Это Назовем Это Насыпная Почва Этот Участок Все Опасен Ведь Что Такое Оттепередина Ведь Бывает Мне Несколько Чек Об этом Написало Запомнил Я Новосибирская Область Почему Ну Уж Новосибирская Область А Один Из моих Учеников Всю Зиму Средил Знаете Зачем Он Средил Выпало Снегу Больше Метра Он Всю Зиму Откапывал И Всю Зиму На Поверхности Почвы Стояла Вода Какой Черт А Ведь Почему Я Именно Его Запомнил И Почему Мне Так Повезло Что А Ведь я Не могу Что Знать То Есть Откладывается В голове У меня Особое Знание Ничего Что Это Ну Какой Возьмите Год 2000 2005 2000 Только Помню Потому Возьмите 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 Идеального Идеального Почти Идеального Уже Вот Этот Чуть Чуть Повыше И Закрываем Что Мы Имеем Здесь Мороз Может Добраться До корней Согласны Может Добраться Может Зато Не Сгниет Итак Условое Первое Под землей Под уровнем Вернее Под уровнем Где высокая Влажность Должна быть Где чернота Там высокая Влажность Может быть Только корни Все остальное Надо Но оно же Тогда Смысл Теряется Прикопывание Согласны Что теряется Он просто Напросто Замерзнет Тогда Вот И вот Что это За прикоп Он же замерзнет Хорошо Если Сразу Снегом Накроет А еще Не накроет Тогда Внимание Прикоп По железу Он чем Хорош Дело в том Что Объясняю Я не виноват Вы понимаете Человек написал Можно ли Прикапывать персик Я должен Ответить Вы читайте Ему отвечаю А вы Можете не слушать Что такое Вертикальный Прикоп По железу Это значит Преимущество Если берем Обыкновенный Осенью Прикопал Весной Садишь Она должна Пока все Растает Растает Бедный Пока он Таял Время идет 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 Лето В Сибири Садить А у вас В Европе В апреле Уже все Цветет И пока Он прерывется Пока Начнет Скоро Робко Робко Распускаться А там Распускаться Сверху До сих До сих До сих До сих Так вот Хотя Этой фотографии Не меньше 20 лет Итак Начинается Таяние Я прохожу Мимо Смотрю Вроде Тает Я беру Ручками Пальчиками Вспоминаю Этих Теперь Тимиразер Рука Рука Печатки Соса Очек И вот так Вот Землю Берет И такой Первый Последний Раз В жизни Ладно Они могли Меня Оскорблять А я всего Лишь Усмеиваю Итак Выгребаю Сколько Оттаяло Вот Столечко Раз Оберем Ниже 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 И наконец Остается Холм И о чудо На месяц Раньше Все происходит И тут у меня Всего На дальнем плане Видите Деревья Вот Без холма И так Получается Что Одновременно И полный Цикл Проходит За лето Поняли Теперь Что я могу Сказать Человеку Я сказал Обращайтесь На вебинар Расскажу вам Расскажу всем Вот это все Вот это все Неправильно А это такие Специалисты Они сами Никогда не делали Это 19 века Вы что думаете Это свежая фотография Или рисунок Этому рисунку 100 лет Вот Этому 50 лет Этому Может быть 30 лет Вот Ну а как же Не могут Обязательно Надо Не просто Заморочить голову Наворовать Чужие фотографии Заодно Наворовать Чужие схем Как правило 100 лет Недавности И сказать Вот видите У нас серьезный Сайт У нас серьезное Дело Покупайте Наши сажутся Подумаешь У них нет Ни одного Фотографии Собственного сада Да и сада Нет Своего Зато Научи Научат И вот они Садят Наверную смерть Как тут подписать Посадка Наверную смерть Ну что Я хоть немножко Есть от меня польза Или нет Или кто-то скажет Неправда Они не какая-то Прикоп Это святое Это 100 лет Прикапывает Все живо Если бы я не сгноил Эту самую грусть Сейчас укажу Толгарскую красавицу Я знаю 20 лет Плачу по ней Один из Шедевральных сортов 20 лет Да это Средняя Азия Да и делать нечего Но если она Жила 20 летнее дерево Пусть оно было Избито морозовым Пусть там 90% веток Было сухие Но уже когда я Веточки срезал На следующую весну Она вообще Не проснулась И хозяин Взял в руки Пилу Вот А мне Вот эти вот умники Помогли сгноить Но я не виноват Вот Таких тонкостей Я туда не знал Я учился На шишках На шишках Понял? Понял? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok